Девушки отдыхают Идем в ручей Ооооооооо благодать Ох ручей Он делает Уха на утро все бомбическое Все приехали Малиновая лада а есть сразу с первого заброса дошли до избы а есть уху так это большое ничего друзья все накачали лодки байдарки и постоянных лодками называют ладо всем понятно погода шикарная солнышко ветра практически нету сейчас потихонечку уже будем гребли гребля заниматься вас наконец-то мои мучения кончились только не знал как я рад это капец ну начнутся другие но не такие посмотрим о смотри сколько там уток утки утки там полетели ну на камеру не будет видно сейчас мы их постоянно будем шугать класс да конечно тут мы первые посетители на этом озере кстати первые открыватели кстати этого озера реально никто тут не был а хер его знает нож когда-то были лет сто двести назад рыба была а мелко надо попить сейчас отплывем надо попить водички ты чистая вода до заходим в ручей о благодать озерная речка у нас пошла для течет несет нормально прикольно на катамаране тут хер пройдешь только на этот байдачка весь переход для меня прошел как страшный сон кстати о снах где-то плохо спали не это хорошо чтобы лучше спалось мы пили спирт у костра перед сном брали с собой вообще пять литров на весь маршрут всегда оставалась мысль а вдруг на медведь придет а ночью я прислушивался к каждому шороху даже когда антон дергал ногой или рукой а он это делал кстати часто у нас всегда в палатке были на готове гранаты и ревун на всякий случай еще друзья мне весь маршрут помогала одна молитва которая всегда произносил кто про себя то вслух эта молитва мне помогала с самого детства я лично в этом верю у меня была верующая бабушка и она постоянно меня в детстве заставляла учить молитвы и такую молитву я всегда проговариваю если ты хоть немного верующий и хочешь узнать мою молитву это молитва тебе точно поможет в таких походах и в жизни подписывайся ко мне на телеграм-канал я скину каждому в личку какую именно молитву нужно проговаривать ссылка будет на телеграм-канал в описании под видео ну а теперь друзья продолжим наш маршрут дальше я почувствовал легкость когда я сел байдарку знаю о том что их мы уже точно не будем сворачивать на протяжении 9 дней нашего сплава с такими мыслями я чувствовал себя комфортно и вот мы на в байдарках самое сложное пройдено дальше были другие мысли как себя поведут наши байдарки за девять дней насколько они будут прочные на порогах и на перекатах мы их выбрали по качеству и минимальному весу антоха поймал окуня это окунь вот это кабан на мышку я сейчас тоже мышку поставлю охренеть у нас уха есть попробую на резинку на красно-белую есть это уже охренеть очень такое щука нифига щука точно она огромная тоха я теперь бороться с ней долго буду меня крутит охренеть как ее вытащить может сорваться вот это уха будет да я пока это ну килограмма 4 такая ну трешка на резину набила взял ну трешка да о для чутил это молодец как бы не сошла блин как ее теперь выманить я не тороплюсь яс она устанет пошла рыбалку если надо как-то засунуть еще на весу как-то привязать торпеда я сейчас намучаюсь с ней здесь не знаю как ее взять что-то она слишком большая не могу взять опять из лодки я не могу антоха это капец просто она куда-то в кусты на килограмм в 5 или 6 легко сказать занимайся блин запутала все если я положу она опять из лодки выскочить и надо просто замучить иди сюда и будет она надо и подержать килограмм не знаю сколько 5 6 и это шестерочка все еле справился с этой щукой уха у нас есть одинок он большой и щука не знаю по моим меркам где-то 6 килограмм в ногах лежит сегодня будет у нас ухо как мы и планировали идет все прям по плану у нас там реально все по плану идет слышь хотели ухо как мы хотели ухо как мы хотели ухо как мы хотели ухо значит будет ухо брен нам по этой зерни сколько там надо будет 12 километров проплыть где-то так до сахатины узенько как-то а он нормально там выходим проходим антоха все на мышах хочет линка поймать дальше рыбачил только антон с надеждой поймать линка или тайменя а я только наблюдал и пытался понять как выглядят перспективные места для линка или тайменя старался конечно запомнить важно было поймать не количество рыбы а на пропитание чтобы и хватило и еды еще на следующий день как говорится сам бог и вел ну а дальше кстати у нас и не было ни одной поклевки а так бы вообще оставились просто безрывы самого начала маршрута речка озерно менялась были то узкие проходы то широкие то быстрое течение то слабое надеялись что не будет по пути завал чтобы потом нам не пришлось пилить деревья для прохода и перетаскивать байдарки через завалы мы шли просто в неизвестность не знаю что нас ждет что-то там нас бурлит перекаты что-ли о перекаты такой слабенький перекатик но прикольный жопы камни чувствую как в аквапарке как 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 Первые мои впечатления Блин, прикольно Классно 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 Всю дорогу я боялся порвать днище Байдарки. Зато была скальная красота и чистая вода. Я не спеша любовался самой природой. Все было у нас рассчитано. По времени у нас был порядок. Шли также с запасом по времени. Так, где пройти-то? Я даже не знаю. Тоже застрял. Сейчас выбираться надо. Как? Как-то надо выбираться. Подождешь меня? Да. Так. Андрюхин первый порог. Посмотрим, как он его решит пройти. Вроде правильно идет. Прополз. Продолжение следует. Да, проблематично. Продолжение следует. 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 Блин ну тут вообще мелко Жопа проваливается Антоха там на лавочке сидит А мне чуть сложнее Почему-то О, вот куда рулить, куда-куда-куда-куда Куда я не знаю Жесть Фу, прорвались Офигеть, скалы Классы Классы Блин Классы Все, камни кончились Здесь, походу, где-то полтора километра до Сахатины, что ли Надеюсь, больше таких порожков не будет Здесь вода уже поспокойнее Сейчас, я чуть вперед проеду, Андрей Я чуть-чуть вот сюда, потому что я на скорости был Дошли мы до Сахатины До слияния вот этой озерной, по которой сплавлялись Дошли до Сахатины Но она там будет расширяться Так, попробую Сахатины половить Она есть, сразу с первого заброса Я даже не знаю, что это Но, похоже, Антоха говорит, что это Хариус Да, сейчас его подведу что Сейчас зайду поглубже Надо к тебе перейти Сейчас О, ленок На вертушку Первый мой ленок, но его еще надо вытащить Блин, нормальный такой А может, не ленок? Хороший Ленок, да? Килограмма два, наверное Ну, такой под кило Пару килограммов есть А нет, а может быть есть Смотри Сразу прям взял Рыба моей мечты Первый мой ленок Как его брать-то? Ты знаешь? Так Так Где он там? Да? А, таймешонок? А, это таймешонок А я думал, ленок Ну, ошиблись, пока не вытащили Ладно, его мы сейчас сфоткаемся, отпустим Какой Какой Меня сфоткаешь с ним? Что-то есть? Харис Сошел Харис был Я прям видел его Так Ну вот Блин Поменял поменьше Блеснёшку Вертушку Первый мой Харис Есть Взял Тихо-тихо-тихо Ямба Блин Все три заглотнула Ура! 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 Дошли до избы Сколько лет этой избе Сколько лет этой избе Вон эти сети Специально сделанные От медведей Чтобы не залазил Хорошая ловушка ледобуры сети чайник ледобур неплохой я почти новый площадь что тут интересно дверь выбита да посуда может какую посуду возьмем тут видно слышь медведь побывал все раскидывал шкурки растягивать стропила да называется а этот какую какие-то самые под какие шкурки для соболя на пену короче всякие бумажки 87 год а здесь 87 этот крейсер aurora книжка за рулем с новым годом 88 год куча всего разбросана уже наверно за этот заброшенный скорее всего буржуйка уж уже хозяина и живых нету дверь выбита вот это бочка с едой sky а слышишь это там обычно в такие бочки это еду прячут чтоб медведь не добрался сейчас сломается я подожди подъеду чуть-чуть зацепились удочки не надо было так делать конечно мне зря я так сделал да вон гусята плавают прям рядом мамка улетела с папой два гусенка он плавает на какой два раз два пять штук не боятся они летать чудов но если сможешь не не поймаешь они улетят побежал побежал на поле пять штук а Ага, есть Был, сошел, нет, сидит, 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 есть Хариус, прямо в берег уперся, небольшой Ах ты, ах ты, тихо, 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 стоян, стоян, стоян Ауч Стоян Спасибо На месте ага а есть ухты так что-то большое это крупненькая ухты уже что-то типа ну-ка покажись это кухарю щука щука я щука нам не нужно щука на вертушку щука мы отпустим погрызанная уже здорово и хорошая килограммов на 5 такая антох щука километр килограммов на 5 где где эти замучил всем пока цены а а а а а а а а а и и а а и у нас 8 часов вечера еле нашли место для ночлега но нашли такой невысокий мысок сушим лодки вчера прошли от большого озера до сахатины 11 километров и от сахатины до черной речки нам не хватило немножко мы сегодня прошли 17 700 и еще 7 километров надо будет завтра утром до черной пройти сейчас греем чаек сейчас будет уха сколько там внутри харю за поймал сегодня сейчас из харю за на чем сделаем поедим пожарим скорее всего или не знаем уж уху сварим все мошки заколебали вечером у нас спокойно вечер прям такой немножко такой закат красивый он сзади меня ветра нету вроде как тучки набегают не знаю будет сегодня дождь или нет пока все нормально все идет по плану все пока нравится у нас первая закладка для жарки харюзов сегодня будем жарить харюза сад у нас длин день длинный нам еще ехать далеко сейчас пожарим поедем у нас юмка вот он первая партия харюза как бы еще попробуем картошка фри там этот мы щуки сегодня поели почти всю силу весит у тазик пока сплавлялись тихо 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 да мы прохерачили сегодня нормально вот сейчас будет еще одна партия нам хватит и вот так вот каждую ночь скачают два матраса накачиваются быстро буквально за минуту все не качает накачал один матрас нам дут он с подушкой идет этим занимаюсь я постоянно нашли капкан вчера еще судя потому что вот эта палка которая прибивается она прям вросшее дерево это дерево годов наверно семидесятых восьмидесятых это точно он сработавший он уже на проволоку примотаны посмотри какого он года хоть а тут уже не очень увидишь наверное цену и год можно узнать за столько лет его никто не трогал только я короче все заряжала но он рабочий будет сто процентов 26 августа переночевали также речка сахатиная осталось до черной семь километров но сегодня мы уже будем ночевать на нормальной речке где будет подход берег берега не будут такие травянистые сейчас мы с Антохой решили поменяться лодками и оценить у кого какая лодка у меня конечно медленней чем у него и чуть и уже сейчас будем заценивать мы очень долго выбирали байдарки примерно месяц образили по интернету хотели чтобы они были легкие крепкие и практичные есть у них свои плюсы и минусы но обеих байдарках длина 3 метра у Антона хоть и выглядела байдарка как браконьерская но она очень удобная шире чем моя и менее верткая тем самым у него байдарка хорошо держит курс по прямой и идет быстрее потому что днище полностью лежит на воде плюс к этому еще Антон забронировал днище своей байдарки наклеил еще один слой дна чтобы была защита наверняка оставлю подсказку на видео в правом верхнем углу экрана как выглядит сама бронь днище байдарки обязательно посмотрите это видео моя байдарка немного медленнее приходилось постоянно догонять днище не полностью прикасается с водой и плюс к этому узкое я всегда шел вторым и ловил темп гребли веслом одновременно с Антоном и все равно отставал зато у меня байдарка очень была верткой на перекатах и порогах и что нравилось в ней как это в узких ручьях она очень хорошо вписывалась в крутые повороты я кстати заметил что байдарка на течении всегда ускорялась за счет того что она узкая а вот по террасам то есть по спокойной воде она оказалась медленнее мне приходилось чаще работать веслом чем Антона своей байдарке я конечно долго к ней привыкал но все таки постепенно привык брал ее за 23 тысячи новую плюс бонусы были в качестве рын колец 12 штук которые я клеил по бортам байдарки для веревки но в целом она мне все же понравилась потому что она компактная даже продавать не буду хотя планировал после сплава продать ее буду применять ее на охоте доставать утро но у нас друзья впереди ждет еще долгий маршрут рыбалка, пороги и ночевка в разных избах но это уже в следующих сериях так что оставайтесь на канале я застрял непонятно щука похоже Антоха нашел перчатки себе крутые причем новые практически ага хрен щука да везет меня на щуках хоть упейся захотел попить попил что-то большое что-то клюнуло Продолжение следует...